Определение влаги кулонометрическим тетрованием. Добрый день, меня зовут Дмитрий Хлобыстов, и сегодня мы с вами тетруем микроколичество влаги в жидкой пробе кулонометрическим тетрованием по Карлу Фишеру. Для этого у нас есть кулонометрический тетратор с ячейкой для тетрования и генерирующим электродом без диафрагмы. У нас есть жидкая проба в виде стандарта влаги, у нас есть шприц с иглой 120 мм для ввода жидких проб, и у нас есть аналитические весы, четвертый знак после запятой. Тетратор у нас уже включен, у нас идет процесс кондиционирования, то есть нейтрализация остаточной влаги в ячейке для того, чтобы мы ввели нашу пробу в абсолютно сухую ячейку. И мы набираем нашу пробу в шприц. Мы это делаем в два этапа. Сначала мы набираем небольшое количество пробы. Это может быть масло, это может быть углеводороды, все что угодно. Где-то один кубик. Ополаскиваем шприц, выливаем это все в слив и уже полностью наполняем шприц нашей пробой. Для того, чтобы сделать несколько повторов с одной и той же пробой. Закрываем иглу для безопасности. Вмечаем шприц на весы. Обнуляем вес шприца и вводим пробу в ячейку, прокалывая иголкой герметичную мембрану. Мы погружаем кончик иглы в раствор и вводим необходимое количество пробы в районе одного полутора-двух кубиков стандарта. Опять закрываем иглу наконечником, колпачком. Помещаем на весы и вводим массу на вески. Параллельно прибор уже начал тетровать. Для того, чтобы не тратить много времени на взвешивание и ввод в массу на вески. Параллельно с этими операциями тетратор уже тетрует влагу. Это все сделано на стройках прибора. Соответственно, весы можно жестко подключить к тетратору. В этом случае масса на вески будет автоматически переноситься в прибор и нам не нужно будет ее вводить вручную. Прибор определяет влагосодержание в нашей пробе уже близко к окончанию. Два нюанса по вводу пробы в ячейку шприцом. У нас игла 120 мм. Этого более чем достаточно, чтобы правильно и хорошо вводить жидкую пробу в ячейку тетравания. Правильно это когда мы погружаем иглу в раствор Карла Фишера. Почему это правильно? Мы избегаем двух моментов, если бы игла у нас была короткой, как у обычных шприцов в аптеке. Первое. Нет риска того, что мы неаккуратно введем пробу и, например, часть ее окажется, часть пробы окажется на стенках электрода или на стенках ячейки. И второй момент. Если мы вводим пробу короткой иглой, то на кончике иглы у нас может остаться капля пробы и при вынимании шприца из ячейки эта капля останется на мембране. Соответственно, у нас будет искажена истинная масса навески. Поэтому лучше использовать длинные иглы. Повторюсь, 120 мм. Достаточно для того, чтобы в ячейки клонометрические погружать в раствор. Можно быть, хватит и 80 мм иглы. Если же у нас короткая игла, что тоже допустимо и тоже используется, нужно помнить два основных нюанса. Первое. Это когда мы погружаем такой шприц в ячейку и дозируем пробу на воздухе, мы делаем это аккуратно, держа шприц вертикально, чтобы проба не оказалась на стенках электрода или ячейки. И второй момент. После того, как мы ввели достаточное количество пробы, последнюю каплю мы обязательно втягиваем шприцом внутрь. То есть забираем немножко воздуха. И только после этого достаем шприц из ячейки тетрования. Ну, у нас определилась уже влага. На дисплее у нас готовый результат. Соответственно, прибор готов к повтору и к вводу следующей пробы. То есть прибор не выключается, а все время находится в процессе кондиционирования, то есть нейтрализация остаточной влаги в ячейке. Поддержание некого базового уровня. Пожалуй, это все. Спасибо. Спасибо.